В Актюбинской области вчера развернулась полномасштабная поисковая операция. Полицейские, спасатели и просто неравнодушные жители региона целый день разыскивали шестерых человек. Об этом пишет Диапазон. Группа мужчин 31 августа отправилась на поиски пропавшего табуна. После того, как 10 дней от них не поступало никаких вестей, родственники забили тревогу и обратились в полицию. Для поиска пропавших была создана специальная группа. На помощь правоохранителям пришли также спасатели. В поисковой операции пришлось даже задействовать вертолет КАЗ-Авиаспаса. В итоге же пропавших разыскали аж в Казалардинской области. Все они живы и здоровы. Ну а как начиналось само приключение, я предлагаю послушать далее. Они на автомашине УАЗ взяли запас бензина, еды, постель, загрузили еще мотоцикл. Сказали, что дней через 10 вернутся. Что произошло, мы не знаем. Время идет, от них нет вестей. Телефоны не отвечают. У нас номера только братьев и родственника. Номеров троих мужчин, что с ними, у нас нет. Говорят, они заверили, что знают, где находится пропавший табун и могут показать. А вот казахстанская правда изучила состояние отечественной ломбардной индустрии. В последнем номере газеты вышла статья под названием «Золотой бизнес». Автор отмечает, что этот рынок сегодня в стране выстроен хаотично и бессистемно. А сами же ломбарды растут, как грибы после дождя. Объясняется это тем, что население в погоне за быстрыми деньгами все больше предпочитает заложить что-нибудь. Вход идет все. Это ювелирные украшения, техника, меховые изделия и даже автомобили. Ну а самая главная же беда, по словам автора, заключается в том, что эта индустрия сегодня фактически не контролируется государством. А это, в свою очередь, развязывает руки мошенникам. Согласно действующему законодательству, ломбард выступает субъектом финансового мониторинга. В связи с этим в Комитет по финансовому мониторингу поступило порядка 500 уведомлений о начале ломбардной деятельности. В то же время, согласно информации Минюста, их зарегистрировано 3308 юридических лиц. При этом половина субъектов бизнеса не используют в наименовании слово «ломбард», тогда как это требование Гражданского кодекса. Это, во-первых, вводит в заблуждение населения и органы-регуляторы. Во-вторых, свидетельствует о расцвете псевдоломбардов и усилении криминальной составляющей. Ну а в столице же вчера обсудили проблему суицидов среди подростков. Это очень актуальная тема последних дней. Как пишет «Вечерняя Астана», представители Минздрава, Акимата и фонда Юнисеф приступили к реализации абсолютно новой программы. Она позволит выявлять детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и своевременно протянуть им руку помощи. Искать же потенциальных самоубийц эксперты намерены в школах и колледжах столицы. Кроме того, авторы новой методики убеждены, что молодежи надо оказывать психологическую помощь, еще большую психологическую помощь в поликлиниках. Реализация же проекта сама намечена на конец года. Ну а что говорят сами психологи о том, почему же подростки идут на такой крайний шаг, предлагаю прослушать далее. В 90% случаев факты подросткового суицида связаны с ухудшением состояния психического здоровья. Психологи связывают это с быстрыми социальными преобразованиями, которые происходят в обществе. По мнению исследователей, зачастую это приводит к высокому уровню психологического стресса, в определенных случаях даже к суициду. Между тем, выявить у подростков признаки психического расстройства непросто, в силу их переходного возраста. Продолжение следует...